Помогите! Обгоревший фасад, раскуреченные оконные рамы и автомобили всмятку. Последствия взрыва печальные. В этой истории радует лишь одно. Обошлось без жертв. Людей, захваченного огнем здания, удалось спасти. Многих пришлось вызволять при помощи подъемного крана. Всего спасатели эвакуировали более 80 человек. Ударная волна, говорят жильцы, была настолько сильной, что окна выбиты даже с соседней многоэтажки. Рядом припаркованные машины просто засыпало бетоном. И вот сейчас вот то, что у меня кафель там стоял, окна, двери, все поставили, вот это пух и прах, все ушло. И каждый человек, который здесь живет, у которых, у некоторых четверо детей, у кого трое детей, кто, ну, еле как обустроились, можно сказать. Эти все люди сейчас думают, якобы, как восстановить ушеду. Люди собрались здесь с самого утра, ждут встречи с властями. Говорят, поддержки ждать им не приходится. Напротив, во всем случившемся уже начали обвинять самих же жильцов. Дом построен незаконно, не был введен в эксплуатацию и врезки газовым сетям тоже нелегальное. Но люди себя виноватыми не считают. Попытки узаконить свое жилье они предпринимали не единожды. Более того, давали деньги за подключение к газовым сетям. Ну, они обещали эти документы, раньше они делали, тоже обещали. Сказали, как заселились уже, они обещали сделать, а не сделали до сих пор. А когда вы заселились? Лет уже 5-6. Застройщик обещал вам? Да, застройщик обещал, а потом мы сами даже деньги отдали, не сделали. А застройщик кто? Он с вами на связи сейчас? Хамза его зовут, я не фамилия, не знаю. Здесь не живет. Но он подошел после трагедии? Нет, нет. Откуда? У нас протокол написали на каждого жильца, и всю вину на нас свалили. А здесь нас собрали деньги по 33 тысячи рублей, чтобы сделать документы на газ. Собрали документы и сдали все данные тоже туда, в Горгаз. Они пришли, резко тоже сделали законно, и сказали, вот на днях, через пару дней уже документы тоже мы раздадим всем. И пользуйтесь газом. Потом это затянулся, этот вопрос. Все, нету. Ни день, день, нету. Месяц, два, три. Пришли обратно, там говорили, получается, сейчас сделали документы, закон, что ли поменялся. А мы никуда не врезались, они сами нам сделали врезку. Все жильцы этого дома, они имеют желание узаконить, да, для себя сделать документацию, чтобы все было дозволенным путем. Имейте в виду, они готовы на любые компромиссии с властью идти. Но каждый раз, когда они идут на какие-то компромиссии, они везде получают для себя отказ. И определенные лица приезжают сюда, говорят, соберите определенное что-то, мы вам установим и сделаем. Когда они собирают, отдают, вот этот некий кто-то, он исчезает. Шесть лет. Да, шесть лет уже исчезает. Пока по факту случившегося идет доследственная проверка. По предварительной информации, в одной из квартир на четвертом этаже произошла утечка газа. Это все, что осталось от полноценных квартир. Законно ли была возведена многоэтажка и легально ли были подключены коммуникации, вопросы уже запоздалые. Задавать их надо было задолго до трагедии. Теперь важнее другое. Где людям пережить холодную зиму и как восстановить то, на что ты копил годами. Ватиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.